Поддержка производителей шерстяной отрасли выступила государством. Правительство уделило бонд в размере 100 миллиардов тугриков, уменьшило пошлину на воссоборудование, для улучшения поставок сырья начало выдачу денежных вознаграждений животноводам, сдавшим шерсть отечественным компаниям. Такая поддержка позволила производителям увеличить объемы и улучшить качество продукции. У нас утвержден закон о финансовой аренде. Министерству выделена определенная сумма средств для начала выдачи лизинга. Это большая помощь, прежде всего, для предприятий малого и среднего бизнеса. Компании могут получить до 100 миллионов тугриков в залог купленной техники. Улучшение финансового состояния предприятий доказывают и работники компаний, поставляющих оборудование. Если раньше заказывали лишь по одной предельной машине в год, то сейчас поступают предложения покупки современных комплексов. Компании начали не только ткать, плести, но и уделять внимание дизайну изделия. Нашивать рисунки, орнаменты, принты делать. С помощью компьютерной графики наносить узоры. Начато внедрение системы формата 3D. Таким образом, отечественная продукция становится качественнее и лучше. Производственные линии бизнесменам предлагают не только монгольские, но и иностранные компании. Одни из последних технических новинок позволяют снести потребление воды, очистить отходы и улучшить технологии окрашивания. Я представляю корейскую компанию. Мы приехали показать новую технологию, которая поможет шерстяным изделиям не скатываться. При этом на производстве не обязательно менять полностью технику. Достаточно лишь изменить состав красящих средств. Завтра мы планируем опробовать нашу технологию на крупной фабрике Губи и ознакомить с результатом монгольских производителей. Импортная техника намного дороже отечественной, однако результаты и доходы куда больше. Поэтому предприятия тяготеют к зарубежным новинкам. Если монгольское мягкое золото, как называют Кашемир, сможет стать более структурным, а дизайн соответствует мировым стандартам, то изделия могут стать главной визитной карточкой страны, обойдя продукцию горнорудной промышленности.